Нередко между хозяевами и их питомцами устанавливаются теплые дружеские отношения. Недаром говорят, что собака – лучший друг человека, ведь братья наши меньшие не просто делят с нами ежедневные радости и неудачи, но и готовы рискнуть собственной шкурой ради нашего спасения. Итак, это пять животных, которые спасли людям жизнь. Поехали! Питбуль – герой. Мы привыкли думать о питбулях, как о свиряпых злобных зверях, которые не думают дважды, прежде чем атаковать человека. На самом же деле, характер каждого четвероногого питомца зависит от воспитания. Потерянный питбуль стал героем этой истории, опровергнув все наши представления об этой породе собак. Анжела и ее малолетний сынишка покидали игровую площадку в городе Порт-Шарлот, когда около парковки к ним подошел агрессивно настроенный мужчина с ножом. Неожиданно за девушку с ребенком вступилась собака. Питбуль не атаковал мужчину, но показывал зубы и рычал, давая тому понять, что настроен агрессивно. Этого хватило, чтобы заставить грабителя передумать. Питбуля доставили в приют для животных. Анжела планировала забрать собаку себе, если ее хозяин не объявится в течение пяти дней. Работники службы отлова безнадзорных животных считают, что Питбуль не мог провести много времени на улице. Его крепкое здоровье и умеренный темперамент не оставляют сомнений в том, что его где-то ждет и любящая семья. Пенни Ничто не предвещало беды, когда Брэнда Оуэнс вывела на ежедневную послеобеденную прогулку своего лабрадора-ретривера Пенни. Неожиданно Брэнда увидела на берегу реки инвалидную коляску, а затем женщину в воде. Брэнда крикнула, «Дорогая, с вами все в порядке?» Но не получила ответа. Тогда она решила взять дело в свои руки. Женщина скомандовала своему питомцу Пенни о порт. Послушный лабрадор тут же бесстрашно бросился в бурную реку и вытянул бездыханное тело на берег. Брэнде удалось привести женщину в чувство, через пять минут она снова могла дышать. Убедившись, что опасность миновала, Брэнда по технике безопасности уложила женщину на бок и позвонила в службу скорой помощи. Лулу Пузатенькая хрюшка по имени Лулу совершила немыслимый подвиг. Она спасла жизнь матери своей хозяйки. В 1998 году с жительницей штата Пенсильвания Джоэн Олтсман случился сердечный приступ. В доме кроме женщины находилась собака и свинка Лулу. Свинья поняла, что дело неладно, когда Джоэн без сознания рухнула на пол. Недолго думая, Лулу рванула на улицу и легла поперек проезжей части, перекрыв своим тучным телом движение автомобиля. Водители никак не могли понять, чего от них хочет это животное. Они сигналили и пытались объехать свинью. Периодически Лулу покидала свой пост и забегала в дом, чтобы проверить, все ли в порядке с хозяйкой. Наконец, через 45 минут метаний странное поведение свиньи привлекло внимание прохожего. Он проследовал за Лулу в дом, обнаружил женщину без сознания и вызвал скорую. Врачам удалось спасти жизнь Джоэн, а Лулу за свои героические усилия получила любимое лакомство – пончик с джемом. Бинти Гориллы – очень умные животные, и в подтверждение тому мы расскажем случай, как горилла спасла жизнь маленькому мальчику. 16 августа 1996 года в зоопарке Брукфилда трехлетний мальчик упал в клетку с гориллами и потерял сознание. Незваный гость привлек внимание семейства горилл, и они начали сходиться вокруг малыша. Посетители, затаив дыхание, наблюдали за тем, как восьмилетняя горилла по имени Бинти осторожно взяла человеческого детеныша на руки и отнесла к выходу из клетки. Уже оттуда работники зоопарка смогли забрать ребенка. Мальчика доставили в больницу, где он полностью оправился от падения. Семейство львов Если бы вы решили составить список животных, которые могут спасти вам жизнь, мы уверены, что львы – это последнее, что могло прийти вам в голову. Тем не менее, небольшая группа львов в юго-западной Эфиопии сделала именно это – спасла жизнь 12-летней девочки. Та была схвачена четырьмя мужчинами по дороге домой из школы. Скрываясь от полиции, похитители неожиданно столкнулись с львами. Группа царственных кошачьих спугнула преступников и взяла девочку под свою опеку. Когда прибыла полиция, львы оставили ребенка и спокойно удалились в лес. Девочка рассказала полиции, что синяки и ссадины на ее теле – это дело рук похитителей, а львы не причинили ей никакого вреда. По мнению эксперта по диким животным из Эфиопии, львы не тронули девочку, так как ее плач напомнил им мяуканье львят. А на этом сегодня все. И не забудьте подписаться. Моя мастерская – твое настроение.